Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 августа, день Авдотии. Сегодня почитается память святой Авдотии Евдокии. Она жила в 4 веке, родилась в семье богатых римлян. Во время гонения на христиан она вместе с 9 тысячами верующих была арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам. Сначала били валовыми жилами, потом суковатыми палками, протыкали ее тело лучинами и, наконец, обезглавили. Сегодняшний день имеет несколько названий. День Авдотии сеногнойки, Авдотии малиновки, Авдотии огуречницы. Шли дожди, надо было сохранить сен от гниения. Потому старались до наступления этого дня укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Заканчивался сезон сбора малины. Ведь малина одна из самых любимых и доступных лакомств для крестьян. Также были известны целебные свойства малины. А потому ее заготавливали в прок и использовали с наступлением осенне-зимнего периода. Огуречницы называли потому, что собирали урожай огурцов. Также созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов. Приметы. Какая погода на Авдотью, такая и в ноябре будет. Дождь на сеногнойку, все, неубранное сено сгниет. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Суп у нас будет овощной с проросшей пшеницей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну, подождой, постой, постой, Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословение и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусное, и целебное. Есть такая легенда еще. Она пошла с Киевской Руси. Приехал однажды князь в Киево-Печорскую Лавру к преподобному Феодосию. Вот, откушал кушания у него различные. Так они ему понравились. Вот даже зачитаю, значит. Князь говорит преподобному, ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал. Почему? Открой секрет. И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит, да, у тебя там готовят рабы твои кушания, она, значит, вроде бы дорогой, они там варят, но что они делают? Они перед тем, как приготовят, кто пойдет готовить, кто пойдет не готовит, ругаются раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигают огонь, бронятся там три, и все у них получается подневольно. А у меня же совсем наоборот. Надумало братья готовить пищу. Вот как раз, смотрите, как отвечал блаженный Феодосий. Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наше братье собирается варить горячую пищу, и как раз мы ее собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя вбирает информацию, они соблюдают такой порядок. Прежде всего, приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом, поклонившись перед святым алтарем три раза, до земли. Зажигает свечу от алтаря, этим огнем зажигает трава. Видишь, от алтаря зажигается, что интересно. Зажигается, значит, огонь в поварне или в хлебне. А когда нужно вливать воду в котел и ног, говорит старшему, благослови отче. То есть, вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, мысленно хотя бы. И она впитает эту информацию. Раз. Ну тогда переведи она сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви. У нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь. У нас электрическая плита. Я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв. Насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить «Господи, спаси и сохрани». Если время после полудня, нужно обращаться к Богородице, Пресвятая Богородица, помилуй меня грешную. Ну или грешного. Не, не, там несколько иная молитва. Значит, как ты говорила первую молитву? «Господи, спаси и сохрани». Этого достаточно. Тогда я подставлю в воду. Все, ставим уже в воду, чтобы она начала. Воду мы уже обработали. И вот, когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусная, и самое главное, целебная, первым делом надо, естественно, помолиться. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусная, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. 17-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с жесткой энергией. Что касается аналитики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok